Продолжение следует... 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 Это в абсолютных величинах. Теперь аналогично я посчитаю в относительных. То есть в относительных мне тогда что нужно делать? Мне нужно каждое, ну, по сути дела, это значение делить на общую сумму. Но я не буду считать, что у меня уже есть этот посчитанный столбец, я буду считать, что вот у меня есть просто количество человек, то есть новых клиентов, и мне будут то же самое пересчитывать, но уже в процентах. То есть реально последняя сумма у нас явно должна получаться на 100%. Тогда что я делаю? В принципе, мне нужно то же самое, но разделить потом еще на сумму. Поэтому я снова беру сумму, но теперь, как говорила, буду брать все равно исходные. То есть первая часть моей формулы остается абсолютно такой же. И ячеечка В4 зафиксирована полностью, ну, или хотя бы должна быть зафиксирована строка, если мы с вами не копируем там влево-вправо. Но это я тогда получу то же самое. А мне нужно перевести ее по отношению к общей сумме. Поэтому я говорю о том, что я буду делить, и опять использую сумму. Ну, а теперь меня уже интересует, чья сумма. Сумма вся годовая, да? То есть я выделяю тогда всю эту сумму и диапазон делаю абсолютный. Когда я завершаю, ответ у нас изначально в долевом виде. Ну, а если я зайду в формат ячейки и поставлю, например, процентный с двумя знаками, то тогда я буду уже видеть, как мы стремимся к этим 100%. Поэтому можем посчитать в обычных величинах, можем посчитать в процентах. То есть обычная сумма, больше нам никаких действий не нужно, ну, сумма и, по сути дела, знание абсолютных относительных ссылок, то есть разных видов ссылок. Это было по вертикали, но, скажем так, более привычно. Ну, давайте я аналогичные действия произведу и для горизонтальных вариантов. Тогда что будет? По аналогии также я начинаю формулу суммы. Первая ячейка выделяется, да? Потом я ставлю также двоеточие. И в результате мне нужно зафиксировать опять же первую ячеечку. И тогда, когда я буду копировать вправо, у меня тоже будет получаться мой накопительный итог. Ну, и аналогично, если применительно к процентным вычислениям. То есть первая ячейка, ее опять зафиксируем. Ага, случайно осталось выделение. В общем, тогда убрать со второго. И я опять это значение делю на сумму, ну, уже всех этих ячеек. То есть применительно абсолютно к любой версии Excel, где бы мы ни оказались, мы всегда это можем сделать самостоятельно. Ну, и, как несложно догадаться, также поставлю процентный формат. Ну, здесь единственное, сто процентов уже стало тесновато. Но реально, что по горизонтали, что по вертикали, все одинаково. Поэтому обычная сумма дает нам нужный режим прав. Это мы можем делать абсолютно в любой версии Excel без исключения. Хоть в самой далекой, да? Хоть в самой свежей. Так, это, собственно говоря, первый вариант. То есть мы использовали простые формулы, а если быть точнее, да, то мы задействовали обычную нашу сумму. Ну, и максиматичную рисунку. Что возможно еще? Второй вариант. Можно использовать быстрый анализ таблиц. Но что касается быстрого анализа таблиц, то здесь эту возможность мы получили, начиная с 2013-й версии. То есть раньше этого физически не было, поэтому если раньше человеку нужно посчитать саму, то, как мы сейчас писали формулу, так и придется это делать. Как можно это сделать в 13-й версии? Ну, в 13-й, да, или если вы уже оказались в 16-й, то так же. Ну, насколько вы видите, те же самые таблички, но, опять же, с пустыми значениями. Предположим, я хочу посчитать также накопительные до. Здесь я выделяю исходные данные, и в правом нижнем углу у меня появляется смарт-тек, который отвечает за быстрый анализ. Если он не появляется, то в контекстном меню, да, если щелкнуть правая кнопочка мыши, тоже есть фраза, только там уже не быстрый анализ, а называется экспресс-анализ. Ну, и как ни сложно догадаться, из того, что он предлагает, в этом случае нас интересуют именно итоги. Стандартные обычные суммы, средние, минимум, максимум, и мы сейчас вначале видим, что это он нам предлагает как бы по столбцам как раз-таки, да. Вот, например, есть процент от итога, да, но это он что сделал? Это он просто мне внизу напишет. Есть нарастающий итог, да, а я хочу посчитать, что процент от нарастающего итога, да, или просто нарастающий итог. То есть он схематично показывает, что он будет по отношению к данным размещаться где? В соседней колонке. Ну, например, поставлю нарастающий итог. И тогда я действительно его получаю. Если я снова нажму и попрошу его еще и нарастающий итог, процент, да, от нарастающего итога, то в этом случае вы видите, что происходит. Он автоматически мне его размещает, ну, как бы в соседней колонке. То есть так вот просто типа сдвинься или размести результат, где-то дальше я не могу. То есть в этом случае, да, он говорит, что данные уже есть заменить. Реально, вы видите, формула, в принципе, практически аналогична той, практически, да, можно немножко даже сократить, что мы с вами писали. То есть тогда я могу просто как поступить? Взять и, ну, собственно говоря, вручную, если меня интересует процент, переместить, а затем уже зайти и просто сама уже попросить этот нарастающий итог. Ну, то есть чтобы было и в процентах и в абсолютных величинах. Ну, по горизонтали, если несложно догадаться, в принципе, будет все то же самое. Только, ну, выбирать уже значение нужно будет непосредственно посрочно, да. Ну, например, то есть если я также выделю данные, то здесь также появляется значок или есть тучка в контекстном меню, и я могу выбрать также итоги, да. И здесь уже тогда итоги у нас будут располагаться внизу. Ну, например, оставлю, допустим, только такой. Ну, то есть сразу два он сделать и не может. В этом случае мне нужно его сдвигать самостоятельно. Ну, видимо, наверное, разработчик решил, что оптимальнее устроить что-то одно. Поэтому либо сами прописали формулу с использованием сумм, да, либо, соответственно, это можно сделать с использованием нарастающего итога, да. Ну, это когда мы делаем что-то вручную. Часто мы с вами не просто имеем уже готовые таблички, в которых какие-то исходные данные. Наиболее часто у нас с вами варианты, когда у нас есть приличные таблички. Ну, приличные, конечно, понятие относительное, я имею в виду по размеру. Вот здесь, например, у меня будет табличка, в которой будет 322 строчки. Но все равно считать вручную самим нарастающим итогом здесь будет тоже не очень интересно, потому что сперва нужно вытащить из дат месяцы, потом по месяцам нужно будет сложить, а потом уже эти полученные данные нужно будет представить. Ну, тогда вот наш первый способ или быстрый анализ как раз-таки и пригодится. А наиболее интересно, мы можем это сделать с использованием сводных таблиц. То есть когда у нас с вами есть приличный диапазон данных, то на основании его мы можем построить сводную табличку и уже дальше попросить посчитать нам нарастающие итоги. Ну, давайте мы это и проделаем. То есть чтобы это получилось, у меня должно быть сводной таблички, ну, конечно, источник, по которому я его строю, и чтобы была привязка к месяцам, ну, может быть, где-то там кварталам, годам, все зависит от того, сколько у нас периодов, у меня достаточно, чтобы было в табличке именно исходная обычная дата. То есть дата в формате там день, месяц, год, ну, или если у кого бывают западные форматы там, да, то может быть формат другой, но сам факт того, что обычная дата, в которой есть и день, и месяц, и год. Ну, буду строить обычную сводную табличку, для этого выделю любую ячейку источника и отправлюсь, как и всегда, на вкладочку «Вставка» и в группе «Таблицы» выберу сводную таблицу. Ну, и как вариант, он уже выделил мне всю исходную мою таблицу, да, при необходимости можно выделить. Здесь всегда стоит помнить, что только первая строка может являться заголовками, поэтому при выделении нужно быть аккуратными. Ну, и так как на этом листе уже достаточно данных, чтобы нам было удобнее, попрошу, чтобы он мне сформировал это на новом листе. Ну, к примеру, я построю и буду видеть, каковы же у нас продажи каждого наименования в каждый месяц. Тогда формируется лист, на котором мне оставляют заготовочку сводной таблицы, да, и справа появляется список полей сводной таблицы. Значит, я хотела проанализировать, каковы у нас суммы продаж каждого наименования в каждом месяце, да, ну, и потом уже смотреть, как бы мне это сделать непосредственно накопительным итогом. Тогда что я делаю? Я поле наименования перемещаю, например, в область строки. Или по принципу, если я просто выбираю обычные галочки, все, что не числового типа данных, всегда автоматом отправляется в область строки. И тогда список всех наименований, которые встречались в моей табличке, да, он сразу быстренько здесь сформировался. Дальше я хотела посчитать, сколько же там было продано. Ну, возьму стоимость партии. Можно считать количество. Ну, количество, когда они разных производителей, хотя тоже неплохой показатель. Например, пусть будет стоимость партии. Ну, чтобы потом было компактней, я так вот утрированно сокращу, и пускай у меня будет просто сумма партии. Так, и теперь мне нужно еще привязаться как-то к периодам, потому что здесь в данный момент я это вижу все, что за год, да, то есть общий итог по каждому наименованию мне нужно по периодам. Ну, у меня здесь есть несколько полей, типа дата подписания договора, там, дата поставки и дата поставки на склад. Ну, будем, например, считать, пусть будет с даты поставки. Например, для разнообразия размещу их в столбце. Ну, при таком варианте, конечно, смотреть на все это будет не так удобно, да, ну, и, мягко говоря, никакого накопительного итога я здесь при таком расположении не увижу. И даже если я сама пропишу формулу и буду копировать, ну, примитивно, в сводном это, конечно, запрещено, если представишь такое возможность, это будет очень долго и неинтересно. Здесь в сводных табличках все решается достаточно просто. Так как у нас имеется возможность с вами группировать дату, а вот если вы используете 2016-ю версию, то там, перемещая поле дата куда-нибудь в область строк или столбцов, он уже автоматически сам группирует. Когда он видит, что у вас данные одного года, он, как правило, там предлагает месяца. Если разных годов, то может предлагать там годы, например, кварталы или годы месяц. Ну, во всяком случае, в любой версии Excel, без исключения, мы имеем с вами возможность сами всегда поспособствовать этому. То есть если я по любой ячейке, где у меня дата, щелкну право кнопкой мыши и выберу группировать, то в результате приходит обычное окошко группировки, которое мы встречаем во всех версиях сводных табличек в Excel, и он показывает начальную и конечную дату. То есть я действительно вижу, что у нас данные только за год, ну, а по умолчанию он всегда выделяет шаг месяца, однако при необходимости это все можно поменять. То есть если я выберу сейчас месяцы, то в результате у меня получается сумма каждого наименования в каждый из месяцев. Ну, в зависимости от того, сколько у нас каких данных в табличке, столько мы вариантов с вами и получаем. Так как название столбцов сейчас увеличивает мне размер, большую ширину столбца, я, конечно, могу просто его сократить, чтобы половина была не видна. Или, как вариант, можно поменять, либо руками написать самим, либо поменять макет отчета, и тогда он уже будет писать название наших исходных полей. Так вот, это у нас с вами просто сумма. Так как мы бросали числовое поле, то по умолчанию операция сумма. Если вы забыли, какая там была операция и хотите убедиться, то, в принципе, можно даже щелкнуть право кнопочкой мыши, посмотреть, у вас будут стоять итоги по, вы видите сумма. Если я поставлю количество, то, вы видите, сразу просто будет показано количество продаж того или иного наименования в каждом из этих месяцев. То есть если бы мы… именно количество продаж, не количество проданного, а сколько было, условно, чеков при продаже того или иного наименования. Ну а теперь как я хочу посчитать. Я хочу вначале здесь посчитать сумму накопительного итога. Тогда в этом случае я выполняю достаточно простое действие. Изначально операция должна быть та, которая нас интересует. То есть в данном случае это операция сумма. И дальше уже я могу двигаться. В какую сторону? Если я щелкну по любому расчетному значению, правой кнопкой мыши, то в контекстном меню, ну, 2010, 2013, там и дальше версии, я всегда встречаю дополнительные вычисления. И здесь у меня всегда есть команда с нарастающим итогом в поле. Ну, начиная с 10-й версии здесь поинтереснее, он вам предложит только те поля, которые вообще имеют место быть в самом отчете. Потому что когда мы ходим в предыдущую версию, у нас не было как бы возможности, там можно выбрать даже поле, которого нет, и тогда в результатах у вас будет там типа решетка MD или решетка NA, говорящая о том, что таких значений, собственно говоря, нет. Так вот, логичные, ну, и обычно нарастающие итоги считаются там, где у нас есть какой-то период, интервальчики временные. То есть те же самые может быть каждодневные, допустим, месяцы, кварталы, годы. То есть все уже по ситуации. Ну, естественно, это будет у меня дата поставки, день поставки. Несмотря на то, что я сгруппировала, так как был один уровень группировки, то название поля осталось исходным. То есть я выбрала с нарастающим итогом в поле и выбрала день поставки. И тогда, раз в январе ничего не было, то он мне показывает ноль. Соответственно, в феврале я вижу сумму только февраля, а вот в марте я уже вижу сумму февраля плюс март. То есть так как у меня сейчас макет ориентирован горизонтально, то реально мои итоги выглядят именно горизонтально. При этом, если вы окажетесь в 2007 версии или более ранней, то здесь вы, когда будете заходить в параметры полей значений, у вас первая вкладка – это обычные вычисления, обычные операции, сумма, средний, минимум. А на второй вкладке «Дополнительные вычисления» вот здесь как раз в списочке вы и встретите с нарастающим итогом в поле. И тогда вам нужно будет выбрать название того поля, которое у вас присутствует либо в столбцах, либо, соответственно, в строчках. Ну, если, например, я что-то поменяю в своем макете, ну, а я, например, просто поменяю расположение строк и столбцов, то вы видите, в этом случае мне не надо даже переделывать и просить его снова считать нарастающий итог, да, потому что он прекрасно понимает, что это поле дата, и пока это поле дата присутствует у меня в отчете, он спокойно будет пересчитывать мне этот нарастающий итог. То есть тут, не имея значения расположение таблички, по какому полю попросите, такое, соответственно, вы и получите. Поэтому никаких проблем, вот просто с нарастающим итогом, то есть с числовыми значениями или по-другому в абсолютных величинах, мы с вами не имеем ни в какой версии. И только начиная с 2010 версии, когда у нас вот эти команды в том числе пришли и в контекстное меню, у нас применительно к сводным таблицам появилась возможность делать вычисления и проценты от суммы с нарастающим итогом в поле. И здесь тогда он у меня опять спрашивает, по какому полю, так как недавно я уже делала, и теперь расположение другое, то, что в строчках он предлагает изначально. Ну, соответственно, я день поставки так и оставлю. И в результате он мне тогда будет показывать, каковы уже накопительно у нас в процентном виде, то есть в относительных величинах, по каждому номинованию, как мы достигли этих 100%. Ну вот если в ноябре было, что называется, 100%, а в декабре ничего уже не было, то, естественно, в последней строчке он обязан везде прописать, что это 100%. То есть я понимаю, что декабрь плюс ноябрь, другими словами, декабрь и глубокий год. Иногда бывает, нам нужно одновременно видеть и то, и другое. Ну, в зависимости, конечно, от того, сколько у вас вообще значений в табличке, я имею в виду месяцев у нас 12, по-любому, да, мне, соответственно, нужно будет что делать? Смотреть на количество еще данных. С одной стороны, что мы можем в этом случае сделать? Мы можем взять и добавить это поле стоимость партии еще раз в область значения. И уже здесь взять и попросить также с нарастающим итогом в поле. И также по отношению к дню поставки. Но, наверное, это будет не очень удобно считать, да. Ну, например, я напишу так, что это итог у меня в процентах, да, а это, например, у меня итог в рублях, ну, чтобы мне не терять время. Ну, конечно, в этом случае, если выделить все и сделать автоподбор все время, будет покомпактнее, но тем не менее. Представим, что у меня вот этих не там 6, 7, 8 номинований, то вот так вот просматривать, ну, как бы не очень удобно, да. Тогда в этом случае нужно просто вспоминать о чем? Что макеты могут быть разные у наших сводных табличек. И, возможно, имеет смысл по-другому немножко переместить. Вот я сейчас переместила, его аж видно не стало. И, например, вот у меня сейчас в одной области в строчках и столбцах сразу располагаются и номинования, и мои, как бы, даты. Так я сразу вижу внутри каждого номинования и какая там, собственно говоря, сумма, и какие там непосредственно значения. Не понравилось расположение, ну, как вариант, могу просто в списке полей взять и это все поменять местами, ну, вроде как. При этом, если человек вот так вот смотрит на это и не совсем понимает, что он видит, как вариант, я могу сделать ему жизнь еще более приятной и взять и добавить, например, поле само по себе, стоимость партии еще раз, да, и просто, например, оставить ему, ну, покороче, чтобы нигде на все было, заголовочек, что это у меня сумма в рублях. То есть реально тогда, получается, в первой колонке я вижу просто значения, которые были при продаже каждого номинования в каждом месяце. По соседству я вижу, какие были нарастающими, и здесь уже легко видеть, первое значение совпадает, второе – это уже сумма первых двух, и так далее. То есть вот если реально выделять, он внизу напишет, что это 141480. И здесь тогда я также вижу 141480. Ну, а по соседству это не что иное, как приведенные в проценты. Так вот, еще раз напомню, проценты у нас появились только начиная с 2010-й версии, я имею в виду процент с нарастающим итогом, просто эти проценты были. А нарастающий ток, он у нас был всегда. То есть и в 2003-й и в более ранних версиях, то есть с этим проблем не было. Ну, что касается вычислений, то здесь, начиная с 10-й версии, возможности по вычислениям, в том числе вот этим дополнительным, они абсолютно одинаковые. То, что было до 2007-й версии, ну, было на 6-7 операций там меньше. То есть не помню, 6-7 на вот таком. Поэтому тут достаточно удобно. Даже если я сейчас месяца перегруппирую, например, в кварталы, то в результате он уже, вы видите, ничего сделать не может. Почему? Потому что у него уже был как бы до этого другой критерий. И тогда я могу просто что сделать? Пойти и заново в дополнительных вычислениях, я же поменяла, снова попросить, что меня интересует в одном случае с нарастающим итогом в поле, и теперь, когда он будет правильно это складывать. А в другом случае меня интересует процент от сона с нарастающим итогом в поле. И снова день поставки. И тогда, пожалуйста, он не будет уже показывать применительно к квартальным значениям. Ну, квартальные и месячные одновременно это не очень удобно будет. Ну, я, например, оставлю квартальные, так табличка потом подписывается. Поэтому сводные таблицы при условии, что у вас в исходных ячейках содержатся даты, они тоже легко считают. Ну, это основные аналитические моменты, поэтому, естественно, разработчик давно создал нарастающий итог, и вот теперь мы с вами получили и процентов с нарастающей итогов в поле. Ну, теперь, конечно, это не совсем, теперь с 2010 года уже прошло достаточно времени. Поэтому если у вас простые исходные данные, то считаем сами, да, или можно воспользоваться быстрым анализом. Если у нас исходные данные – это просто таблица, да, то на основании этой таблицы мы строим с вами сводную таблицу, и уже в ней посредством дополнительных вычислений имеем возможность взять и быстренько тоже посчитать нарастающие итоги. Ну, в целом нарастающие итоги можно считать не только по периодам, можно хоть весы с кофеваркой складывать, кофеварку, потом весы, кофеварку, кофемолку, ну, то есть так. То есть с этим проблем тоже никаких нет, но логичнее вроде бы как это делать применительно к каким-то периодам времени. Так. Ну, здесь, как мы видели, это все происходит достаточно быстро, да, и есть еще одна возможность считать различные нарастающие итоги. Это уже с использованием формул из категории ссылки и массивы. Ну, а наиболее известные функции из этой категории, это, наверное, в первую очередь функция WPR, ну, может быть, кому-то также известна функция GPR, ну, и также есть там функция INDEX, POS, POS. Это вот, ну, в первом приближении. Но на этом категория сама в себе не заканчивается, и у нас есть также и другие возможности. Ну, например, давайте вначале поставим задачу. Она не очень понравится человеку, который не знаком с этими функциями, потому что, ну, получается, что есть у нас четыре отдельных листочка, и я хочу сделать следующее. На первом листе количество сотрудников здесь сейчас для удобства, оно одинаковое, хотя если глобально говорить, ну, просто формулу придется немножко еще корректировать, а так это не имеет значения. Например, есть лист, он для удобства назван единичкой, на нем есть сотрудники, ну, если говорить точнее, их порядка, вы видите, 50 человек, и, например, есть суммы, предположим, каких-то заказов, которые они выполнили в первом квартале. На втором листе есть сумма заказов, которые они выполнили во втором квартале, ну, как несложно догадаться, на третьем, как они трудились в третьем квартале и, соответственно, как трудились в четвертом квартале. И вот мне нужно, не знаю, никаких программирований, страшные слова для меня, мне нужно посчитать именно сумму накопительным итогом. Но здесь ситуации, опять же, могут быть какими? У меня могут быть данные находиться в одной строчке, ну, я имею в виду, всегда список одинаковый, да, и вот если Ангелочкин встретился в четвертой строке, то он всегда в четвертой только и будет. А может быть ситуация, когда у меня сортировка в каждой табличке выполнена своя, да, то есть каким-то, может быть, показателем, может быть, там по тому, у кого больше сумма, тот занимает первые позиции в нашем списке, у кого меньше последний или наоборот, тогда эту ситуацию нужно будет немножечко уже усложнять. Ну, вначале давайте решим такой вариант, когда у нас будут они находиться на одинаковых позициях, ну, то есть, например, у вас одинаковый список номинований, одинаковый там список сотрудников, да, на всех листов, и нужно быстро посчитать сумму накопительным итогом. Ведь если я буду делать сама, то в первом квартале эта сумма просто равна сумме значению первого квартала, да, а когда я приду на лист второй квартал, то мне что нужно сделать? Мне нужно взять сумму первого квартала и к ней, соответственно, прибавить сумму второго, да. Когда я приду на третье, мне нужно, получается, взять сумму первого, второго и третьего, да, И их все сложить. Ну, а если бы, например, я взяла не 4 квартала, а если бы я взяла, например, 12 месяцев, прописала бы его там с 1 до 12, то я намекаю на то, что вручное это было бы делать не очень удобно. Так вот, получается, что чтобы, например, посчитать сумму третьего квартала, мне тогда нужно будет взять значение за 3 квартала, сумму третьего и плюс взять накопительный итог второго квартала. Когда я буду считать четвертый, мне нужно взять сумму за четвертый квартал и плюс накопительную сумму за предыдущие 3. Ну, то есть не в каждый раз я беру по отношению к исходным данным, которые есть 1, 2, 3, 4. Опять же, для удобства у меня есть ячейка, ну, потому что иначе мне надо куда-нибудь в макросе придется идти. У меня есть ячейка, которая мне рассказывает, на каком квартале я нахожусь. Так вот, в первом квартале, как мы выяснили, формула, в принципе, отличается от того, что будет в дальнейшем. А вот на последующих она, в принципе, выглядит одинаково. Мне нужно брать всякий раз соседнее значение текущего квартала и плюс значение, которое я получу накопительным итогом по предыдущим кварталам. Вот это? Это просто значение, введенное вручную. Да, просто один. Да, то есть это вариант. Если, например, ну, там, допустим, делать через те же самые макросы, можно считать имя листа, да, и тогда уже эта ячейка, в принципе, она будет не нужна. Вот. Здесь так вот напрямую. Нет, здесь просто это единичка, двоечка, троечка, четверочка. Это, ну, номер квартала, может быть, номер месяца, номер недели, например, как вот часто у людей встречают. И тогда вот, например, будет хоть там 52 недели, например, 52 листа, да, где-то указано в какой-то ячейке какой номер недели. Или можно, ну, определить, если там подать, например. Так, так вот мы выяснили, что в первой ячейке у нас простая сумма, да, а уже дальше будет накопительным. Но обычно никогда не пишут формулу так, что на одном листе она у нас одним образом выглядит, на другом – другим. Третье мы решаем одну задачу, и, по идее, тогда и формула должна быть у нас тоже одна, да. Как тогда быть? Ну, тогда раз то одно, то другое, то по принципу «если, то иначе» работает у нас только функция «если». Тогда я пока выделю ячейку на первом листе и буду писать формулу «равно», да, беру функцию нашу обычную «если». И говорю о чем? О том, что если у меня квартал будет первый, чтобы я потом могла копировать эту формулу куда угодно, мне ячейку нужно сделать абсолютной. И если это значение квартала будет равно единице, тогда я должна взять значение этого просто квартала. Ну, если бы я могла только на этом листе считать, я бы даже и писать так не стала, просто было бы B4, да и все. А вот здесь как раз вступает в силу иначе. И иначе мне нужно рассмотреть любые другие ситуации, когда у меня квартал не будет равняться единиц. Тогда у меня что будет? Тогда у меня будет также некая сумма за текущий квартал, в дальнейшем это будет второй квартал, третий, четвертый, да, которым я должна буду прибавить значение, которое будет посчитано накопительным итогом за предыдущие кварталы. Привязаться к предыдущему кварталу я смогу за счет того, что у нас на каждом листе есть значение квартал. Что я буду знать? Я буду знать название листа, я буду знать ячейку, которая меня интересует. Вот если я знаю название листа, могу знать координаты этой ячейки, то есть номер строки, номер столбца, то тогда мне на помощь придет функция, которая у нас есть в Excel, называется адрес. Но функция адрес выдает только значение адреса ячейки, ну типа А5, С10, В40. А чтобы она уже выдавала оттуда само значение, в этом случае нам нужно добавить еще функцию, которая называется dv-сыл. Так вот, я сразу добавляю dv-сыл и уже внутри подписываю функцию адрес. И вот теперь мне предстоит задавать аргументы для функции адрес. Я перебегу наверх, тут больше видно. Значит, у нее несколько аргументов, ну минимум наш адрес может быть сформирован по двум параметрам, то есть по номеру строки и номеру столбца, но это говорит о том, что вы берете значение тогда только с текущего листа. А у нас таким же успехом могут быть значения и с других листов. Поэтому тогда нужно, получается, три аргумента. Так вот, первый номер строки. Мы разбираем ситуацию, когда у нас каждый товарищ четко, ну что называется, живет, сидит в своей ячейке, да, то есть Ангелочкин всегда в А4 пока, Ангелочкин в А5, там Безунчиков и так далее. Тогда для определения номера строки, вот я нахожусь в ячейке, это я знаю все четыре, да, а он-то не знает, что это четвертая строка. Нужно ему об этом подсказать. Есть такая простая функция с простым названием логичным. Это строка. У нее можно указать аргумент, то есть сослаться на ячейку, чей номер строки вы определяете, или, если вы находитесь в той же самой строке, то нет необходимости задавать аргумент. Мы просто указываем строка и не указываем в скобках ничего. Тогда строка, получается, от ячейки, в которой я нахожусь, это ячейка C4, соответственно, она будет четвертая. Так, точка с запятой. Дальше что мне нужно сделать? Я же должна взять накопительную сумму с того листа, а накопительная сумма у меня будет также находиться в столбце C, где я сейчас пишу формулу. Тогда я могу по аналогии воспользоваться функцией столбец. Или если вообще никогда ничего не двигается, можно хоть руками написать цифру 3, к примеру, и тоже проблем не будет. А вот если случится так, что какие-нибудь столбики будут добавляться во все таблички, да, там посередине, то тогда, конечно, лучше взять функцию столбец. И тоже ничего не указано. Когда он понимает, что это номер столбца той ячейки, в которой я сейчас пишу формулу, это столбец C, на листе он умеет нумерацию третья. То есть сейчас как бы адрес у меня получился какой? Четвертая строка, третий столбец. То есть это, в принципе, ячейка C4, в которой я сейчас нахожусь. И мне нужна такая же, но с другого листа. Поэтому я не могу ограничиться только номером строки или только номером столбца. Что мне нужно делать? Мне нужно дальше задавать. Ставлю точку с запятой. Третий аргумент – это какой вид ссылки. Ну, здесь, когда я буду в каждой ячейке по отдельности получать адрес ячейки, какая она будет абсолютная, относительная или смешанная, это не имеет никакого значения. Поэтому я могу даже ничего не задавать, а по умолчанию, если что, всегда стоит единичка, то есть абсолютная ссылка. Поэтому я пропущу и поставлю точку с запятой. Но точки с запятой я должны расставлять, потому что мне надо дойти до пятого аргумента. Четвертый аргумент говорит о том, в каком стиле у нас с вами ссылки на листе. Ну, если бы был стиль ссылок, ну, то есть нумерация столбцов не буквами, а цифрами, то работать в этом окошке было бы тоже достаточно тяжело из функции DWSL. Поэтому обычно это стоит стиль по умолчанию единичка, говорящий о том, что у вас нумерация столбцов буквенная, более привычная для наших с вами расчеков. Не буду менять по умолчанию она, поэтому можно внимания не обращать. И вот как раз-таки, ну, и тут как вариант можно посмотреть в подсказке, например, по формуле, либо, ну, если в функцию зайти, там, может быть, написано, что если не указано единичка, это стиль ссылок и ролик за один. Либо уже прямо в подсказке самой функции. Ну, обычно, когда вот есть такие вещи типа ноль или один, практически во многих вещах по умолчанию стоит датчик. Ну, вот когда есть разные коэффициенты. Как правило, всегда стоит датчик. Не ноль, а именно один. Не три, не пять, вот когда коэффициент тоже. Ну, если вы сомневаетесь, можете поставить. Ну, если бы вы с этой функцией работали бы, например, ну, там, с адрес, ДВСЛ, то, как правило, когда человек видит квадратный скобк Х1, он понимает, что это вот по умолчанию номерация именно буквенная. И вообще не обращает на это внимания. Так. Ну, и последнее, что нам нужно указать, это имя листа. Но если я буду находиться не на первом листе, а, например, на втором, то мне нужно имя листа какое? Текущего? Нет. Предыдущего. Да? Поэтому название листа, номер листа, я смогу вычислить каким образом? Это будет номер моего квартала, который нужно обязательно зафиксировать. Да? Минус один. Вот здесь, конечно, если у меня будут какие-нибудь варианты типа названия листов словами, да, это, конечно, будет делать уже намного сложнее и в некоторых случаях совсем неудобно. То есть нужно будет тогда позиции считать, цифры, буквы и так далее. То есть делать, может быть, какие-то еще вспомогательные там вещи. А если у нас цифровые, то здесь вроде бы как получается все достаточно удобно. Так. Ну и вроде бы как для функции адрес мы все задали. У нас есть номер строки, у нас есть номер столбца, у нас есть название листа. Закрывая первую скобку, она у нас, ну, такого сиреневого цвета, это от функции адрес. Закрывая вторую скобку, она красного цвета, это от функции dv-сыл. Но раз скобка еще не черная, а Excel всегда дает подсказку, первая и последняя скобка в формуле всегда черного цвета, то я понимаю, что скобочек все явно не хватает. Ну, так оно на самом деле и есть, потому что вначале у меня идет условие, что делать, если выполнится b4, и вот дальше от b4 и дальше у нас это все, что ложь, да. Ну, а саму функцию если тоже нужно закрыть. И тогда в результате я получаю сейчас, естественно, значение такое же. Вот мне аналогичную формулу нужно скопировать на все там четыре таблицы, да, одинаковый диапазон, то чтобы не делать копирование этой формулы вручную, какой прием мы можем себе позволить. Я выделяю все четыре листа, ну, то есть нажатым shift, да, и затем то действие, которое я буду производить на одном листе, оно будет автоматически распространяться и на все выделенные. Ну, если вы пытаетесь сделать какое-то действие, ну, к примеру, на одном листе у вас есть какой-нибудь диаграммы, на других нет, то, конечно, тогда, может быть, это действие и недоступно. Все остальные, в принципе, будут, ну, как бы доступны. Ну, я имею в виду копирование, там, форматирование, что, в общем-то, очень удобно. И я беру, ну, стандартное замарковое заполнение, например, ее копируем. То есть в первом квартале, ну, здесь даже особо проверять нечего, и так будет сумма всегда соседняя, да. Теперь проверим, что у нас там будет во втором квартале. Понятно. Я же на начальном этапе их... В этом случае я вернусь в формулу, завершу ее и скопирую заново. И тогда в этом случае у меня уже скопируется и на последующие листы. Так вот, вы видите, на втором листе, да, это у меня, ну, считаем, 390 тысяч, да, плюс, что у нас было там, 740, да, поэтому как раз мы и получили там 1 миллион, там, 130 тысяч. 140 тысяч, да, плюс, соответственно, было там 437. Значит, где-то должно быть 576. Вот так у нас и получается. Соответственно, на третьем листе он что делает? Он берет текущее значение квартала, да, то есть ячейку B4, и к ней прибавляет значение, которое находится на предыдущем листе, в этой же ячейке. А это как раз и есть ничто иное, как накопительный итог по отношению к предыдущим кварталам, месяцам, ну, какие у нас будут переводы. Первый раз, нет, там просто ситуация какая, дело не в выделении. У меня была вначале выделена только одна ячейка, и когда я их выделила, я просто начала ее копировать. А мне в этом случае нужно завершить ее, ну, чтобы он ее ввел во все ячейки, и тогда, соответственно, уже копировать. Либо мне надо было просто копировать, выделить вручную самой и сказать вставить. Тогда он тоже бы все эти формулы на все листы, как бы сквозную, как бы смог бы вставить. А так как она уже была завершена, то он просто взял, ну, как бы на каждом листе ячейку, что он видит в ячейке B4 и как бы скопировал. Поэтому там получилась урода пустота. Или, например, можно было сразу выделить, например, все четыре листа, и тогда, когда я щелкнула в одну ячейку, пишу формулу, завершаю, она сразу тоже автоматом скопируется на все последующие. Но здесь, например, сейчас у меня была маленькая первая идеализация какого плана. Ну, накопительный итог у нас пусть так и останется в столбце. С всегда, да? Но, например, товарищи мои, они могут слегка по-разному располагаться в каждой таблице. И тогда для определения номера строки, такой вот, ну, щедрый вариант в виде просто функции строка, уже нам не подойдет. Он же мне будет просто брать данные из текущей строки, а там уже может быть не Ангелочкин, а не важно, там, Душечкин, Иванов, Замечательный, или кто бы там ни был еще. Тогда мне, как вариант, если с точки зрения изменения, то нужно сделать следующее. Давайте я сразу все четыре листа выделю. И тогда мне вместо строки нужно прописать замечательную функцию, которая умеет находить позицию элементов, исходя из их значений. Это будет функция поиск поз. Тогда я сюда беру и подписываю поиск поз. И мне, по сути дела, нужно находить следующее. Какую позицию этот товарищ, да, или граждаварка занимает на предыдущем листе, да? Соответственно, на вопрос первое, какое у нас искомое значение, мы в этом случае отвечаем, что это у нас будет товарищ Ангелочкин Антон Алексеевич, да? Дальше. Второй аргумент. Мы должны рассказать о просматриваемом массиве. Ну, а фамилии, имя, отчество у нас будут заниматься всегда в первой колодке, то есть в столбце А, но названия листов должны при этом меняться. Тогда вот здесь опять, хочешь, не хочешь, но придется задействовать функцию, которая у нас также называется DWSL, и формировать адрес ячейки или адрес диапазона по принципу работы с текстом, то есть исходя из каких-то данных, которые нам известны. То есть что мне сейчас известно? Мне будет известно название листа, да? То есть название листа у меня, по идее, должно быть каким? Ну, для надежности я поставлю еще скобочку. Это будет наш текущий квартал, который мы фиксируем, минус один, правильно? Ведь нам нужно брать его с другого листа. Чтобы он понял, что нужно идти именно на лист и смотреть столбец А, у меня должен появиться признак того, что это лист. Так как я это ввожу, он мне формирует по принципу текста, то мы используем сцепку. То есть получается название листа, ну, например, единичка, и затем потом в кавычках я уже ввожу восклицательный знак и постоянные символы столбец А, то есть А в двоеточии А. Кавычки закрываю. Скобочку от функции dvsl тоже. И теперь еще точка, запятая и ноль. Тогда это как раз будет все, что было. Это ноль, не прописался. Это тогда будет все, что было от функции поиск POS. То есть вместо строки появляется функция поиск POS, в которой первое указано это искомое значение, то есть наше фамилия, имя, отчество. Дальше мы ее ищем на листе с цифрой предыдущего. Ну, мы на первом пишем, считаем, что когда во втором, чтобы первый получался, когда третий будет, соответственно, второй. И прикрепляем к ней постоянный текст, то есть восклицательный знак А, двоеточие А. Скобка закрылась. Ноль – это как и функция VPR, точный поиск. И вот теперь я эту формулу завершаю и, соответственно, копирую вниз. Ну, собственно говоря, на первом листе у нас никаких изменений и быть не может, потому что если все равно уже отсекла все, что там было. Теперь давайте посмотрим, что будет на последующем. Я сниму выделение. То есть насколько мы видим, результаты, при том, что я изменила формулу, абсолютно на своих местах. Ну, а теперь для частотных экспериментов что мы сделаем? Мы возьмем и поменяем расположение данных. Ну, другими словами, например, их отсортируем. Ну, давайте, чтобы на всякий случай это не улетело. Я на всякий случай напишу проверку. Я отсортирую по сумме, ну, предположим, по убыванию. И тогда мы видим, что теперь они у меня очень хаотично располагаются, да? Но при этом, ну, даже чтобы не вглядываться в ячейки, я напишу формулу одно значение равно другому. И, насколько мы видим, я копирую эту формулу, и он мне везде говорит, что значение истинно. То есть, как вы видите, главное, чтобы совпадали по написанию наши товарищи, да? Ну, табельные номера или какие-либо еще варианты. А дальше, если они совпадают, то варианты, когда их найти, в общем-то, это будет несложно. Поэтому в зависимости от того, значит, какая у нас с вами задача, да, если данные располагаются одинаково, мы можем спокойненько это сделать более легким вариантом, использовать функцию строка или использовать функцию столбец. Если у нас с вами стоит вариант более сложный, когда данные в разных строчках находятся, тогда в помощь нам придет функция поиск POS, которая позволит перемещаться, ну, как бы, и смотреть на разных листах в одном и том же столбце значения, которые нам будут интересны. То есть я к чему? Потому что, в принципе, иногда бывает, как всегда, ну, это у всех так абсолютно, нам может не хватать значений каких-то, ну, чисто вот знаний, например, каких-то функций, да? Казалось бы, вроде бы, на словах все очень просто, но когда нужно перевести на язык цифр, да, нужно знание одной, другой, третьей функции. Некоторые иногда боятся писать длинные формулы, им всегда кажется, что вот надо как-то покороче. Есть иногда, вроде кажется, простые исходные данные, но сама в себе формула, чтобы она учитывала все нюансы, которые могут случайно или неслучайно быть с исходными значениями, ну, по мере необходимости. То есть любая формула, когда вы пишете, должна составляться как? Что вы имеете, да, что вы можете получить? Какая функция, если вы будете иметь эти исходные данные, сможет вам, ну, в данном случае, например, сформировать адрес, да, адрес одной ячейки, адрес диапазона и так далее? Сами функции, вот когда человек смотрит на них в списке функций Excel, они на всех смотрят абсолютно одинаковым взглядом, да, и только один человек видит в ней, может быть, совсем какие-то простые задачи, а другой, который уже видел какие-то сложные задачи или пытался сам понимать, что это не такая вот простая функция или серия, зачем эта странная вещь нужна, что на самом деле с ее помощью можно делать многие, как бы, различные варианты. То есть я к тому, что никогда не надо останавливаться на достигнутом, да, если вы работаете в Excel, не по принципу, там, совсем примитивной какой-то обработки, то расширять нужно круглозор функций, задач, да, где-то иногда бывает просто, ну, не бояться, когда есть новая задача, пробовать, экспериментировать. Ну, справка, она достаточно ограничена, она показывает обычно простенькие примеры, а иногда, вот, даже если вы откроете справку в Excel по функции DWSL, вы не совсем сразу вообще поймете, что вам предлагают, даже хорошо зная функцию DWSL. Вот, поэтому в конечном итоге, вот, если сейчас посмотреть, у нас с вами как бы получилось, что мы посмотрели, ну, в целом, четыре варианта, которые умеют нам с вами считать нарастающие итоги. Это совсем простые вычисления, да, с вами пишем формулы с использованием суммы. Это быстрый анализ, но только с 2013 версии. Это сводные таблицы, да, они у нас давно, группировать в них можно тоже давно, при необходимости, и там мы можем считать с вами посредством дополнительных вычислений. И если у нас удачное расположение данных есть в нескольких листочках, то можно задействовать функции вот из категории ссылки и массивы, DWSL, адрес, поиск, пост, строка, столбец, они прекрасные, но вначале, если вы с ними не знакомы, они кажутся какими-то странными, ну, или, как говорят иногда слушатели на занятиях, бутные, вот. Но чем больше вы с ними работаете, тем легче на них смотрятся, и тем понятнее становится, зачем преследовалась Талинная задача, и зачем формуле то или иное. Лучшая функция поиск, пост вообще никто не умеет определять позиции. Это практически невозможно. Да, ну вот здесь Юрий нам подсказывает, что можно еще нам добавить, если ошибка. Ну, да, это я верю в том плане, что если у нас не будет товарищей, но если вы припомните, у меня товарищи все и всегда, тогда я могла себе сейчас это не как бы позволить. А так, пожалуйста, да, вы можете, что если мы его не нашли на другом листе, то перед DWSL еще взять и подписать, если ошибка, ну и предложить в противном случае, например, 0, чтобы мы имели возможность как бы текущее значение, да, непосредственно прибавить. То есть с точки зрения замечания согласна, но если ошибка вообще приятной функции, позволяет любые казусы, да, заменить на что-то более нужное и дать возможность в дальнейшем что-то еще считать. Так. Ну, вот, собственно говоря, приблизительно это, эти моменты я и этими моментами я и хотела с вами поделиться. Есть какие вопросы? Ну, может быть, для чего это, где, ну, я имею в виду, в каких функциях что было. Ну, как вариант. Я смотрю, я вроде бы тест создала, но он что-то как-то у меня не сильно подгрузился. Давайте я попробую его еще раз, может быть, как-то воодушевить. Также интереснее, когда испытать счастье, загрузился, не загрузился, прошел. У меня все функции любимые, главное, чтобы задача решалась, это честно. Так. Ну, давайте я тогда... Вот так вот сейчас изменю, он, наверное, должен появиться. Да. Вот я вам тогда сейчас запущу тест, а вы попробуйте на него ответить, ну, заодно как бы проверите ваше внимание, ну, и, собственно говоря, возможности. Ну, а, например, присутствующим, да, чтобы можно было видеть, я вам просто вот могу на экране его аналог открыть через веб, но единственное... Ну, в принципе, вы видите... О, ну, давайте вы даже там можете пока подумать. Сейчас там у нас народ поотвечает, узнает, а мы потом тоже ответим и посмотрим, вы пока можете почитать. Ну, или заодно сейчас ответы пройдут, мы проверим, где что и как могло быть. Ну, а если вообще в целом говорить, мне, конечно, нравится формула, когда не просто А2 плюс B2, ну, это как-то скучно, а там, где вот можно оплодовать с программой, воспользоваться вроде как стандартными функциями, но несколько не в стандартном разрезе, вот такого плана. Обычно просто так ты, конечно, вряд ли будешь сидеть и пытаться это сделать. Когда есть та или иная задача, и вот исходя из этого ты пытаешься ее решить. Иногда бывает решение несколько, и каждый из них может быть несколько неожиданным как бы для любого человека. Excel вообще, если честно говорить, может очень много. То есть это практически основные все любые расчеты обработки больших табличек, то есть здесь вариантов более чем достаточно. Да, например, это приводится на то, что Акцесс не много. Что касается Excel и Акцесс, то это несколько разные системы. Икцель – это у вас просто плоские таблицы, и они ограничены по размеру. Акцесс – это у вас уже система религиозных баз данных. У вас там данные также хранятся в плоские табличках, но эти таблицы между собой связаны. И поэтому, если, например, у вас какие-то данные вам нужно обрабатывать в Excel, ну, в большей степени, да, если мы берем, или хранить, да, вот просто даже в примитивном варианте, в начальном этапе, то у вас будет очень много повторений. Отсюда будет значительно увеличиваться размер файла. И если вы видите, что вы делаете сортировку там по 10-15 столбцам, то это обычно говорит о том, что, наверное, это лучше было бы все-таки в базах данных. На сегодняшний момент, с точки зрения хранения данных, которые повторяются, это, наверное, действительно удобно делать непосредственно в самом, допустим, Excel, допустим, в Excel, да. Но обработку их достаточно удобно вести именно в самом Excel. Ведь если мы говорим, например, вот, ну, предположим, многие моменты там, ну, сводные таблички, да, например, мы изучаем там, допустим, на втором Excel, да. Вот на третьем Excel мы изучаем как раз-таки вот эти все функции, там, DWSL, адрес, строка, столбец, поиск, POS, индекс, ну, вот, и серии погрязные. И, что называется, не всплываем. А вот есть еще такой замечательный вариант. Называется, и он доступен, начиная с 2010-й версии, да, раньше этого просто не было. Это называется PowerPivot. Это настройка, которая есть в Excel. Ее можно, что сделать, в 10-й версии надо дополнительно поставить, но она бесплатно скачивается с Microsoft сайта. А в 13-й, в 16-й она уже есть. И она, например, позволяет вам закачивать сторонние источники. Они, может быть, и аксессуют эти огромные таблицы и уже строить именно, ну, отчет в виде слонных таблиц, то есть Pivot Table, в виде PowerView, PowerMap. То есть вот это как бы то направление, которое они развивают, чтобы, ну, пользователям уже удобнее гораздо работать в Excel, нежели в других системах. Что касается, как это выглядит, в том числе можно посмотреть на специалисте уже в выложенных роликах. Там есть и PowerPivot, и PowerView, и PowerMap. То есть там можно спокойно это в роликах посмотреть. Ну, просто здесь сейчас у меня с собой нет, и плюс это надо подгрузить модельку, посмотреть, покрутить, ну, то есть вот эти вещи. То есть сегодня на это не планировалось, поэтому, естественно, я это с собой не брала. Так, ну, давайте аккуратненько пройдемся по основным вопросам, ну, что называется, которые у нас были, ну, я имею в виду с точки зрения ответа. Ну, вот первый вопрос у нас здесь, как вы могли видеть, типа, какая формула является правильной для расчета накопительного итога, да, при условии, что первая ячейка, ну, у нас данные вертикально, и первая ячейка – это у нас ячейка B4, да. И здесь тогда у нас правильный ответ будет каким? А, B, C, D. Правильный ответ будет D, да. То есть здесь это, да, действительно у нас D, потому что первая ячейка должна быть зафиксирована либо полностью, да, либо хотя бы по строке, а вторая должна быть свободной. Остальные варианты то две зафиксированы, то две не зафиксированы, то зафиксировано, да, не то. А второй у нас с вами вопрос – это для расчета накопительных итогов, которые у нас построчны, да. Если первое значение находится в ячейке B4, но здесь обратите внимание уже в относительных причинах, да, то есть там, где у нас идет с вами процент, да, то здесь нам на помощь придет формула, которая у нас написана в пункте C. Да, соглашаюсь, потому что он будет считать нам сумму накопительную, и мы ее делим с вами на общую сумму по всем диапазонам. Третий вопрос у нас. Использование в сводных таблицах вычисления с нарастающим итогом в поле возможно. Для вертикальных, горизонтальных ориентация значения не имеет, для вычисления такого сводных нет. Ну и как здесь правильно тоже нам подсказывают многие, то есть ориентация значения не имеет. Даже мы видели, если мы просто перетаскиваем, да, поле, то в результате даже менять операцию необходимости нет. Вот если мы делаем с вами группировку по другим значениям, ну, по другим критериям, тогда уже да. И четвертый вопрос. Расчет процентов на нарастающего итога в поле возможен. Нам предлагает ответ C, и это правильный ответ, да, начиная с 2010-й версии. Седьмая и более ранние версии, они имеют несколько ограниченный набор функций в этом случае и, соответственно, не решают пока еще тогда задачи. Ну, там, если у кого старая версия, можно посчитать, ну, и потом уже переводить самостоятельно. Ну, и проверим, как мы с вами ответили. Я, правда, не знаю, он у меня единственный покажет или нет. Я в своем варианте никогда не использовал. Ну, наверное, меня он не может считать, но это были правильные ответы. Вот. Поэтому нет ничего невозможного. Иногда просто вот, ну, прежде чем прям сразу окунаться в какие-либо расчеты, нужно тихо, спокойно все взвесить. Ну, а чем больше решаются различные задачи, тем, соответственно, больше и быстрее, как бы меньше тратится время на расчеты. Поэтому все возможно. Нужно только больше проводить время с Excel, да, если вы хотите его хорошо знать. Чем больше решаем, тем меньше думаем. Ну, и спасибо вам всем за внимание. До будущих встреч. Ну, и, как всегда, этот материал вебинара будет выложен затем у нас на ресурсе специалист, и вы сможете уже с паузами, с чувством, с толком, с расстановкой при необходимости всегда его посмотреть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!